Библейский портал экзегет.ру представляет 43 глава книги Иисуса Насерахова Я читаю для библейского портала экзегет.ру на дальний перевод Эта длинная книга подходит к концу И мы уже не раз отмечали, что она такая очень странная В том смысле, что в ней сочетается бытовая мудрость Наставление такого ворчливого, консервативного пожилого человека своим детям И высокое богословие И одно в другое переходит как-то очень незаметно И вдруг к концу одно высокое богословие Почему? Почему с этого не начинать? Почему надо начинать с того, как вести себя на пирах Куча всяких фраз про женщин Довольно для них неприятных Куча всяких замечаний Как там друзья, как еще что-то Одно, десятое, двадцатое, сто тридцать пятое А в конце о Боге Может быть, он идет вот таким путем От бытового благочестия к высокому богословию Бывает наоборот И наоборот, как нам привычнее Сначала высокая истина, а потом уже как ложку держать И как здороваться вежливо А ведь в жизни наоборот бывает В жизни сначала ребенок изучают, как ложку держать, как здороваться с окружающими А потом уже переходят к высоким материям И так же Иисус Сын Сырахов Величие высоты, твердь чистоты Вид неба в славном явлении Солнце, когда оно является, возвещает О них превосходит чудное создание, дело Всевышнего А более того, он начинает богословие с воспевания солнца В полдень свой оно иссушает землю И пред жаром к него кто устоит? Распаляют горн для работ плавильных Но втрое сильнее солнце палит горы Дыша пламенем огня и облистая лучами Оно ослепляет глаза Велик Господь, который сотворил его и по слову его Оно поспешно пробегает путь свой Ну и что такого особенного? Язычник поэтому почитает солнце как божество Во всех абсолютно языческих религиях Во многих оно становится главным божеством Как в Египте, например, при фараоне Ихнатоне Или в Римской империи при Гелио-Габале Именно солнечное божество стремились сделать главным Да практически единственным божеством Просто оно жаркое Ну и ладно И луна всем в свое время служит указанием времен И знамением века От луны указание праздника Свет ее умаляется по достижению ее полноты Месяц называется по имени ее Она дивно возрастает в своем изменении Это глава вышних строев Она сияет на тверде небесной А луна вот не жаркая, не яркая И что о ней сказать? А вот замысел Луна и солнце, как, кстати, в книге Бытия сказано Они не столько для того, чтобы давать свет ночью и днем, соответственно А для того, чтобы размечать время День, ночь, месяцы, годы, времена праздников И вот это все говорит о том, что у мира есть Создатель Странно, мы сегодня можем говорить о строении космоса Абсолютно не думая о том, что космос устроен так, чтобы мы отмечали праздники Правда? Мы знаем, что это далекие светила, огромные расстояния Что там свои законы небесной механики А для Иисуса Сына Сирахова это все для нас То есть мир построен так, чтобы человеку в нем ориентироваться И это значит, что у мира есть Творец Красота неба, слава звезд, блестящее украшение Владыка на высотах По слову святого, звезды стоят по чину и не устают на страже своей То есть звезды не просто далекие раскаленные шары В которых происходят всякие химические и физические процессы Как нас сегодня учит наука Но звезды это стражники, которые выходят в определенном порядке И никто из них не устает стоять Взгляни на радугу и прославь сотворившего ее Прекрасна она в сиянии своем Величественным кругом своим она обнимает небо Руки Всевышнего распростерли ее И радуга туда же относится По велениям его скоро сыплется снег И быстро сверкают молнии сюда его Отверзаются сокровищницы И вылетают из них облака, как птицы Даже такие повседневные вещи Как дождь, ясная погода, снег, радуга Все от Бога Нам кажется немножко наивным Он не знал, как устроено все это Мы сегодня владеем представлениями о физике О климате, о метеорологии О том, как бывает дождь, снег, облако Мы не думаем, что это вот Господь лично Своими какими-то повелениями выводит снег или дождь Но для них это выглядело немножко иначе И может быть не так важно в конце концов Что принимается за отправную точку Для рассуждения о величии Творца А сегодня мы будем говорить о каких-нибудь процессах Внутри атомного ядра Которые протекают труднопостижимым для нас образом Которые свидетельствуют о красоте и замыслах этого мира О физических константах Которые таковы, что мы можем существовать Как говорят физики-теоретики Если бы они были чуть-чуть другими Мир, в котором мы живем, просто не смог бы сложиться Законы природы бы не позволили Они позволяют Не одно ли это и то же в конечном итоге Мы любуемся миром Вот на том уровне, на котором мы можем его воспринять И удивиться его красоте и слаженности И славим его Творца От взора его потрясаются горы По изволению его веет южный ветер Голос грома его приводит репет землю И северная буря, и вихрь Он сыплет снег, подобно летящим вниз крылатым Снег, как спускающиеся с неба какие-то крылатые существа И ниспадение его, как опускающаяся саранча Снег все покрывает, как саранча покрывает Красоте белизны его удивляется глаз И ниспадение его изумляется сердце Для нас, пожалуй, долговато в наших широтах зима Это у них там на Ближнем Востоке снег выпал Не каждую даже зиму на 2-3 дня Очень все красиво, да? Для нас это бесконечные проблемы С погодой, с передвижением С тем, что надо раскапывать Свои дома и машины И сквозь сугробы скакать А ведь все равно красиво, да? Вот вещи, которые нас поражают Своей красотой И как соль рассыпает он по земле иний Который замерзает, делается остроконечным Такие первые еще наблюдения над окружающим миром Что иний, замерзая, вот когда очень холодная ночь И выпавший иний превращается в лед То эти маленькие кристаллики Как из округлых капель воды Получаются остроконечные кристаллы? Удивительно Ну, сегодня химики, физики ответят Но не ответят на какие-то другие вопросы о мироздании Подует северный холодный ветер И из воды делается лед Как это удивительно Вода жидкая, а лед твердый Он растилается на всяком вместилище Вот и вода облекается как бы в латы Поедает горы и пожигает пустыню И как огонь опаляет траву То холод, то жара, то лед То, наоборот, вот раскаленные камни И среди всего этого мы И мы удивляемся этому миру И пусть меняется предмет нашего удивления Но само удивление может остаться прежним Но скорым исцелением всему служит туман Появляющиеся роса Прохлаждают от зноя По велениям своим Господь укращает бездну И насаждает на ней острова Это, очевидно, про море Бездна здесь не просто какая-то метафизическая Но морская пучина Плавающие по морю рассказывают об опасностях И мы удивляемся тому, что слышим ушами нашими Ибо там необычайные чудные дела Разнообразие всяких животных Роды чудовищ Ну вот, когда опускаешься под воду Хотя бы с маской, а с аквалангом Чуть поглобже так и вовсе Удивляешься тому, насколько это другой мир Наша же планета Такая же жизнь, но совершенно другая Какая-то очень яркая, необычная Через него все успешно достигает своего назначения И все держится словом его Все держится словом его Или законами природы А может быть, эти законы и есть Слово его Может быть, на языке современной физики Когда сказал Бог, да будет свет И стал свет На самом деле он определил константы физические Которые позволили этому миру быть И все стало по слову его Может быть, не такова уж Разница между современным Естественно, научным описанием мира Вот этой поэзии Которой две с небольшим тысячи лет Многое можем мы сказать Однако же не постигнем его И конец слов Он есть все Где мы возьмем силу, чтобы прославить его Ибо он превыше всех дел своих То есть самое главное Любые наши попытки описать Бога Это лишь маленький шаг Это лишь, знаете, такой подарок Как рисунок малыш делает маме на день рождения Ну, конечно, этот рисунок Ну, не шедевр мировой живописи Но маме он дорог Как свидетельство любви Ее малыша к ней Вот так и мы прославляем Бога Страшен Господь и весьма велик И дивно могущество его Прославляя Господа, превозносите его Сколько можете Но и затем он будет превосходнее И величай его, прибавьте силы Но не трудитесь, ибо не постигнете Сколько бы вы не хвалили Бога Он больше, он славнее Вы никогда не скажете ему всего Что достойно ему сказать Кто видел его и объяснит И кто прославит его, как он есть Много сокрыто, что гораздо больше всего Ибо мы видим малую часть дел его Все сотворил Господь и благочестивым даровал мудрость А к чему благочестивым даровал мудрость? А вот к тому, что Да, мы всего не понимаем Но мы понимаем в какую-то меру И может быть мудрость, благочестие Все эти прекрасные слова Которые прославляются в книге Иисуса Сына Сирахова Это лишь обозначение той меры В которой нам удается славить Господа Но славить его словами Этого мало И поэтому следующие главы будут посвящены тем Кто прославил его своей жизнью Субтитры сделал DimaTorzok